Здравствуйте! В эфире новостью Дмортия, в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. ОПК-перезагрузка. Как наращивать объемы продукции гражданского и двойного назначения? Республиканский Кабмин готовит предложение. Затишье временное. Врачи готовятся к всплеску геморрагической лихорадки. Прогнозы профессионалов неутешительны. Инженерное дело и искусство – это так близко. В усадьбе Чайковского презентовали лучшие техно-арт-проекты и объяснили, почему именно в Удмуртии откроется первый в России музыкальный кванториум. Объекты социальной инфраструктуры, которые требуют неотложного ремонта, попали в фокус внимания головы Удмуртии во время рабочей поездки в Сюмсинский район. Как оказалось, таких болевых точек много и проблемы уже взяты на карандаш. Из Сюмсинского района репортаж Дмитрия Вороновнина. В Сюмсинском районе сразу несколько болевых точек. В первую очередь глава республики отправился на центральный стадион Сюмсей. Красавица арена была построена к летним сельским играм 2017, но по разным причинам до сих пор полностью не введена в строй. Есть много недоделок. Они касаются раздевалок, футбольного поля, трибун. Вот красная тряпка для нас и для всех населения. Пойдемте сюда. 200 сидений. Ага. 200 сидений, 50 сидений уже сломано. Большие проблемы и здесь, на Кельмесском лесопромышленном комплексе. Развитию производства и сбыту готовой продукции мешает недостаток сырья. Лес приходится возить за много десятков километров, а подъездная дорога разбита. Очень тяжело. Мы не можем найти машины для произведения отгрузки готовой продукции. Им гораздо проще проехать по хорошей дороге и загрузиться где-то в другом месте, нежели заезжать к нам. Наши предприятия расположены в 9 километрах от федеральной трассы. Эти 9 километров, они нужны не только предприятиям, но и поселению, и району скажем. Помощи ждут и в Орловском детском доме. В нем живут 28 детей-сирот из разных уголков республики. Здание давно нуждается в ремонте и, прежде всего, кровля. Проблема в том, что уже течет, протекание есть, имеется. Но, естественно, мы крышу содержим, стараемся держать в порядке, латаем. Детский дом, стадион, лесопроизводство. Эти объекты глава республики взял на личный контроль. Об этом шла речь на встрече с местным активом и предпринимателями. Последние, кстати, очень активно помогают односельчанам. Все вместе в жарких спорах выработали дорожную карту. Как сделать жизнь тюмсинцев лучше и комфортнее. В этом плане поездка удалась. Я увидел бизнес и в Кельмесь, и в поселке, и в Сюмсях. И, что нечасто встречается, бизнес социально ответственный, который помогает своей территории. И вот те текущие, те проблемы, которые сейчас есть, мы их должны решать. А еще сюмсинцы получили от ВВ Удмуртии подарок – новые книги для сельской библиотеки. И здесь же было решено переиздать сборник стихов удмуртских поэтов Чепчерган. Он пользуется огромной популярностью в Сюмсинском районе. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии обсудили, как будут продвигать гражданскую продукцию оборонных предприятий на новые рынки. Под председательством руководителя экономического блока правительства прошло совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса, Внешэкономбанка и НПО «Конвертия». Увеличение доли гражданской продукции и выход на новые рынки – одна из задач, поставленных Кабинетом министров главой Удмуртии. Задача правительства – увеличивать долю гражданской продукции наших оборонных предприятий, помогать им с выходом на новые рынки, искать им новых клиентов. И вот мы это направление сегодняшнего дня выделяем в такой отдельный трек, который будем ввести, и ответственным будет у нас корпорация развития Удмуртской республики, которая, в общем-то, должна будет заниматься выводом этих предприятий на новые рынки. Второе направление, которым Кабинет министров будет активно заниматься – это консолидирование производства внутри региона. Это необходимо для того, чтобы предприятия ОПК поставляли на рынок не просто комплектующие, а высокотехнологичные конкурентноспособные изделия. По итогам года доля гражданской продукции на оборонных предприятиях Удмуртии превысила 26%. Это выше тех показателей, которые определил президент страны. Как использовать свои военные мощности и знания в гражданских сферах, каждый производитель решает сам. Концерн «Калашников», например, представил продукцию двойного назначения – оружие против дронов. Наши журналисты присутствовали на испытаниях. В этом кейсе ружье против дронов. «Рекс-1» – полностью ижевская разработка и производство. Впервые концерн «Калашников» представил его на выставке «Армия-2017». При обнаружении дрона необходимо просто скинуть его в направлении самого коптера, приселиться и активировать его одним крючком. Ижевская разработка подавляет сигналы управления дроном, глушит мобильные и Wi-Fi сигналы, спутниковую навигацию. При этом сам коптер физически не уничтожается. Особенно важно это в тех случаях, когда на борту беспилотника находится взрывное устройство. Данное устройство может обезвредить беспилотное воздушное судно, несущий на себе специальный груз, не активируя его. Таким образом, при подлете подозрительного коптера данное ружье активируется, блокируется сигнал управления, сигнал передачи видео и сигнал спутниковой навигационных систем, которые необходимы для управления коптером. В этом случае коптер производит автоматическую посадку. Радиоэлектронное нелетальное оружие можно использовать в гражданском секторе и в силовых структурах. К примеру, для нейтрализации нелегальных беспилотников на массовых мероприятиях. Ксения Мороз, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня 32-я годовщина Чернобыльской катастрофы. Это черный день для сотен семей нашей республики. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали участие более 2,5 тысяч жителей Удмуртии. И многих уже нет в живых. Более тысяч уже, к сожалению, ушли в мир иной. В основном по болезням, по инвалидности. Практически все наши земляки проводили ликвидацию в составе войсковых частей. В первую очередь, это войсковых частей радиоценно-химической защиты. В первую очередь, мы считаем, что они исполняли свой воинский, гражданский долг. И в качестве военнослужащих принимали участие в ликвидации. Авария, которая произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Не только по экономическому ущербу, но и по числу предполагаемых погибших и пострадавших. Генконсульство России в Канаде сегодня подтвердило, в Торонто во время наезда минивэна на пешеходов пострадала гражданка России. Ветеран труда, 90-летняя Александра Кожевникова, уроженка Ижевска. В Канаде проживала у родных, у женщины двойное гражданство. Она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю, была госпитализирована. Ей своевременно оказана вся необходимая помощь. И в настоящее время ее состояние оценивается как стабильное. Родственники рассчитывают на скорую выписку, сказано в сообщении Генконсульства. Напомню, 23 апреля микроавтобус наехал на людей на пешеходном переходе. 10 человек, 15 человек пострадали, водитель задержан. Всплеск геморрагической лихорадки может повториться в Удмуртии и в этом году. Тревожные прогнозы уже сейчас озвучивают инфекционисты. С начала года ГЛПС уже переболело больше сотни человек. Пока новых случаев заражения нет, но это временно. Врачи готовятся к весенней вспышке. Елена Буховская продолжит. Сегодня пациентов с подозрением на геморрагическую лихорадку в республике нет. Пока. Медики осторожно говорят, это затишье перед бурей. С начала года за первые три месяца ГЛПС уже переболело 163 человека. Показатель очень тревожный. Если за 2017 год переболело более 2,5 тысяч пациентов, жители Удмуртской республики геморрагической лихорадки, были, как мы знаем с вами, и летальные исходы, то за три месяца этого года переболело уже 163 человека, которым выставлен диагноз геморрагическая лихорадка, и из них 10 детей. Заболеваемость в три раза выше, чем за три месяца прошлого года. Размножению инфицированных грызунов в регионе способствуют теплые зимы с хорошим снежным покровом. Вакцины от геморрагической лихорадки нет, поэтому специалисты призывают к бдительности, особенно сейчас, во время субботников и начала огородного сезона. Если вы зашли в дом и увидели какие-то следы грызунов, в первую очередь уборку помещения, мы ничего не пылим, одеваем всегда масочку и делаем влаженную уборку. Во-вторых, значит, если вы начали, и уже у вас достаточно просох участок, все-таки стоит его обработать от клещей. И, конечно же, от грызунов настаивают специалисты. Приманка для уничтожения грызунов. В основном она на антикогулянтах. Она имеет предостерегающую такую окраску. Это овсянка, которую очень любят протравленную. Первые признаки ГЛПС схожи с простудой. Высокая температура, тошнота, головная боль. Поэтому важно симптомы не перепутать. Температура тела до высоких цифр, до фибрильных, до 38. Появляются выраженные слабости и недомогания. В первую очередь надо обратить внимание, что нет других проявлений заболевания. То есть нет признаков поражения респираторного тракта, то есть нет кашля, нет насморка, нет жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта. Уже сейчас инфекционисты дают неблагоприятный прогноз. Численность зараженных мышей в регионе растет. А значит, Удмуртию снова будет лихорадить. Первых жертв в весенней вспышке ГЛПС в инфекционной больнице ждут уже после майских праздников. Елена Абуховская, Юрий Егоров, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Госсовет республики готовит поправки в закон о предоставлении земельных участков. Депутаты предлагают уточнить само понятие земельного участка. Авторы поправок считают, что в документе должно быть указано, что надел, который предоставляется гражданам, это не просто земля, но еще и коммуникации, необходимые для проживания. Как мы видим, что участки у нас выделяют в полях, в которых нет ни электричества, ни газа, нет подъездных путей. А цель-то закона для того, чтобы граждане улучшили свои жилищные условия. Когда не будет коммуникации, как они их улучшат? С такой проблемой сейчас сталкиваются многие многодетные семьи, которые по закону получили землю, но строиться не могут как раз из-за отсутствия коммуникаций. Поправки в закон уже рассмотрены, второе чтение назначено на июньскую сессию. Народных дружинников в Удмуртии теперь будут страховать в период их всех дежурств. Госсовет поддержал инициативу и внес необходимые изменения в республиканский закон. Сейчас страховка распространяется только на период тех мероприятий, охрану которых организуют правоохранители. Между тем, добровольцы все чаще привлекаются к охране порядка на спортивных мероприятиях или городских праздниках, где организатором являются муниципалитеты. Депутаты уверены, новая мера позволит активизировать работу народных дружинников и дополнительно привлечет в ряды активных граждан, а также будет способствовать формированию дружин в вузах и крупных предприятиях. Как положительный пример можно отметить на сегодня уже предприятие, электромеханический завод «Купол», где на сегодня уже создана и активно работает народная дружина, которая обеспечивает порядок не только на территории предприятия Октябрьского района, но и в общегородских мероприятиях. Более того, предприятие даже выделило автомобили для этих народных дружинников и оказывает им всяческую поддержку. Дежурить народные дружины будут и 9 мая, в День Победы. В Ижевске пройдет традиционный парад. Подготовка к нему уже началась, пока тренировки проходят на территории Республиканского военкомата, но уже в эту пятницу, 27 апреля, на Центральной площади состоится репетиция парада. В связи с этим движение всех транспортных средств будет ограничено, начиная с 18.30 и до 10 часов вечера. Ограничения будут действовать на улицах Пушкинская, Лихвинцево, Ноговицыно и Красногеройское. Следующие репетиции пройдут 3 и 7 мая. Первый в России музыкальный кванториум откроют в Ижевске. Об этом стало известно на презентации лучших техно-арт-проектов, которая прошла в усадьбе великого композитора. В Откинске встретились участники уникального образовательного проекта «Техно-арт Чайковский», который показал, насколько близки могут быть инженерия и искусство. Подпись Чайковского в объеме 3D-ручками юные посетители музея повторяют автограф великого композитора. Сегодня необычная экскурсия в XIX век. Вписаны технологии века XXI. В бильярд в приемной Чайковских играет робот. А в женской комнате дома вместо вышивки 3D-принтер печатает украшения для матушки Петра Ильича. Группа экскурсантов в восторге. В музее квантурианцы и не случайно. Ребята участники первого в истории проекта «Техно-арт Чайковский», поэтому здесь и роботы-балерины. Фото на память в усадьбе Чайковских делают тоже в квантурианском стиле. Если вы присмотритесь, вы состоите из различных символов. Здесь цифры и буквы. Держите, вам напомню. Эта встреча точно стала исторической. «Техно-арт Чайковский», уникальный проект инженерии и искусства встретились. Начался он прошлым летом. Команда Ижевского «Кванториум» придумала виртуальный тур по водкинской усадьбе композитора. Этот опыт лег в основу новой программы общекультурного развития квантурианцев всей страны. Было более сотни команд со всей России. Нужно отметить, что вообще конкурс проходил в несколько этапов. Например, был первый этап недели искусств, недели музыки, недели театра. В течение этих недель дети знакомились с различными документами, с музыкой великого композитора. И уже изучив ее, начинали делать вот такие современные проекты. «Шахматы» Вятской губернии – один из 12 лучших проектов. Например, это дом-музей Петра Ильича Чайковского. Мы его создали в программе специализированной. Потом распечатали на 3D-принтере, покрасили. И вот теперь он какой-то маленький, миниатюрный. А какая это фигура-то? Это король. А этот юноша придумал гитару без струн. Фантазию ребята ценили и представители крупнейшего в мире производителя музыкальных инструментов. Неспроста в Удмуртии откроется первый в стране музыкальный кванториум. Может быть, кто-то из них станет самым знаменитым инженером, потом создаст какой-то музыкальный инструмент, которого даже Yamaha Corporation, собственно, не додумалось. Все возможно. Все, собственно, в наших руках и в том, как мы сможем донести и привить эту культуру музыкальную детям. Сколько я знаю, такой пилот планировался в пяти регионах, но мы первые, где это запустилось. Техно-арт Чайковский будет продолжен. Общекультурные компетенции будущим инженерам нужны очень уверенно в Роскванториуме. Для нас же очень важно, если ребенок создает робота, он создавал доброго робота. Если он изучает какие-то микробы, связанные с биотехнологиями, он выращивал добрые, нужные для человека, полезные для человечества. А это можно только на примере, на практике показать, что есть добро, что есть зло, о контенте того, что на сегодняшний момент накоплено, создано, в том числе учреждениями культуры. По результатам первого техно-арта многие детские проекты оказались востребованы профессиональным сообществом. Используя идеи кванторианцев, взрослые намерены развивать музейное и библиотечное дело и даже включать в современное театральное искусство. Марина Баль, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И еще одна информация в конце выпуска. Бабушки из Буранова стали лауреатами Ордена Ладошки. Почетный знак придумали в Саратовской области. И вот уже пять лет подряд присуждается российским меценатам и благотворителям, которые помогают детям. Причем, кто достоин такой награды, сами же дети и решают. Для России Орден Ладошки – это уникальный проект. Суть которого заключается в том, что представленные биографии достойных людей, они берутся в том числе из открытых источников информации. Много сделавших для детей защиты детства выставляются для изучения большому детскому жюри. Обычно в голосовании участвуют не менее пяти тысяч детей. В разные годы лауреатами Ордена Ладошки становились Леонид Рошаль, Лео Бакери, Эдита Пьеха и Владислав Третьяк. В этом году среди 11 самых достойных, которых выбрали дети, уроженцы нашей республики. Это бабушки из Буранова и хранитель удмуртийских традиций Николай Михайлов. Кстати, к голосованию в следующем году организаторы проекта пригласили и детей из Удмуртии. У меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте myudum.ru. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok